Сегодня в Казахстане отмечают самый светлый и великий праздник в честь 72-летней годовщины. Победой в Великой Отечественной войне праздничные мероприятия прошли и в Каратальском районе. Здесь основные мероприятия развернулись в Центральном парке. По доброй традиции празднования начались с возложения цветов к монументу Вечного огня. Время летит с неумолимой скоростью. И в этом году мы всем миром отмечаем 72-ю годовщину Великой Победы. Это праздник, объединяющий все поколения. Он занимает особое место в сердце каждого. Практически нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная. Сотни каратальцев посчитали своим долгом прийти к мемориалу славы, чтобы еще раз сказать, мы помним, мы гордимся. На этих гранитных плитах высечены имена тех, кто ушел на самую страшную войну в истории человечества и не вернулся с полей сражения. Минуты молчания почтили память павших героев. Они приближали победу как могли. Их бессмертный подвиг, героизм и мужество навсегда останутся в нашей памяти. Ценой своих жизней они подарили нам мир и спокойствие. Всех казахстанцев, всех каратальцев, всех джитсуйцев поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть знамя независимого Казахстана всегда высоко реет. Желаю всем казахстанцам мирного неба над головой. В далеком 41-м более 10 тысяч человек было призвано на фронт из Каратальского района. Почти каждый второй воин погиб на полях сражений или пропал без вести. Лишь чуть более 1 тысячи солдат вернулись на родину. С каждым годом ряды доблестных ветеранов рейдеют. Сейчас в райцентре проживают всего два участника Великой Отечественной. Шертай Шукенов и Труарбек Ахмедченов. В дома легендарных людей с поздравлениями и специальными подарками приехала делегация во главе с Акимом района. Продовольственные корзины, денежным конвертом, цветами, а самое главное – вниманием – одарили ветеранов. Герои-победители в свою очередь выразили пожелания и слова напутствия. Молодым поколениям что же можно сказать? Надо хорошенько учиться, чтобы здоровым быть. Никаких отмены, ничего не было. Защищать родину свою. Хорошенько дисциплинированным быть. Любое задание выполнять. Пусть войны не будет никогда. Благополучие народу. Чтобы не знали бед. Наше будущее в руках молодежи. Так что вы должны учиться, трудиться. И тогда Казахстан станет самой благополучной страной в мире. Сегодня в их семьях большой праздник и теплая встреча с родными и близкими за праздничным столом. Они воевали за свободу, отдав войне свою молодость. Ветераны не только ратным подвигом своим нам дороги, но и примером борьбы с национализмом и фашизмом. Основные торжества продолжились праздничным обедом. В уютной атмосфере собрались труженики тыла, воины-афганцы и почетные граждане. От имени Акима и районной ветеранской организации собравшихся наградили почетными грамотами и памятными подарками. В этот день звучали и песни о войне, и песни военных лет, которые заряжали оптимизмом солдат войны, вдохновляли их на победу. А сегодня дают возможность вспомнить тех, кого нет уже с нами, но которые навсегда останутся в памяти народа, как великие люди, подарившие нам мирное небо. Эльвира Ликерова, Айдул Скариев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район.